Нарисовал на доме Гончарова. С какой целью? С целью маркетинга. Вот о чем думает молодежь. Вандализм расцвел в самом центре областной столицы, демонстрируя не лучшую сторону культурной жизни отдельных ее обитателей. Ульяновский биг-бенд пострадал уже дважды за месяц. За пару дней до инцидента с маркетологом дом Гончарова атаковали подростки, забравшиеся по строительным лесам полузаброшенного архитектурного памятника по соседству. Такое соседство, памятник федерального значения, потом музейные экспонаты, которые являются музейным фондом Российской Федерации, просто вот с памятником, который находится рядом в частной собственности, оно просто не подается словам. Понимаете, вот я сейчас сама только разговаривала очень жестко с собственником и сказала им, чтобы и письмо написала сейчас им, чтобы сегодня до конца дня все эти леса, по которым забираются эта сетка, чтобы она была убрана. Дом Юргенса – то самое здание по соседству, болевая точка на карте города и исторического центра. В своем современном состоянии, оценить которое трудно из-за стыдливо прикрывающего разруху баннера, находится уже несколько лет. Пробраться внутрь, а затем на крыше дома Гончарова – лишь вопрос желаний заинтересованных. У меня, конечно, вопрос, можно ли считать это искусством, потому что обычно такие громкие действия делают для того, чтобы что-то сообщить. И мне, конечно, интересен здесь посыл ребят, которые авторы этого всего, и что они хотели этим сказать, есть ли здесь какой-то смысл, который мы должны все считать. И мне кажется, что нужно продолжать вовлекать молодых людей в музей. Эта практика с молодежной программой во дворе дома Гончарова, мне кажется, нужно в любом случае оставлять. Стрит-арт – искусство, подчас непризнанное творение уличных художников. Если те появляются внезапно и без соответствующих согласований, какими бы талантливыми они ни были, подвергаются скорейшему уничтожению. В Ульяновске, очевидно, не хватает площадок для творческого самовыражения, не консервативного или академического, а околобунтарского, кричащего. Оговоримся, речь не идет о вседозволенности и неуважении к символам родного города. После проведения восстановительных и реставрационных работ правонарушителю необходимо будет возместить сумму причиненного ущерба учреждению культуры. Полицейские проводят проверку на предмет причастности задержанного к аналогичным деяниям на территории города Ульяновска. Подозреваемому грозит штраф до 40 тысяч рублей или арест до трех месяцев, либо исправительные работы до одного года. Марина Тимофеева, Вера Мещерякова, Иван Демидов, репортер 73.